Первый трюк это сложить доллар пополам. Затем надо взять рубашку и приложить этот доллар к краю воротника рядом со швом и посчитать количество стежков, которые вмещаются в согнутую половину. Если в это расстояние согнутого доллара не входит хотя бы 10 стежков, то это знак того, что рубашка плохого качества. Возможно, стоит посмотреть что-то еще. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами 10 простыми секретами, как определить качественную одежду и держаться подальше от плохого стаффа. Следующий способ определить качественную вещь это взглянуть на пуговицы. У пиджаков пуговицы должны быть из рога, у рубашек из перламутра. Конечно, если используются пластиковые пуговицы, это еще не означает, что качество плохое. Но когда используются натуральные материалы, они гораздо дороже. Так что когда производитель тратится на такие детали, то значит можно предположить, что он относится с большим вниманием и к другим деталям одежды. Как распознать перламутр? Необходимо взглянуть на тыльную сторону пуговицы. На что обратить внимание, лицевая сторона у нас очень чистая, аккуратная. Но на тыльной стороне будут пятна и небольшие изъяны. Потому что эти пуговицы делают из ракушек. Раз мы говорим о пуговицах, давайте тогда разберем их крепление. Когда вы берете пуговицу, она должна быть крепко пришита. Она не должна вилять. И у нее должна быть ножка. Она создает расстояние между пуговицей и тканью, чтобы было легче застегивать. Перейдем к нижней части рубашки. Там, где передняя сторона рубашки соединяется с задней частью. Она называется наугольник. Это дополнительный кусочек ткани, который служит дополнительным скреплением. Так мы видим, что производитель тратит на это время и ресурсы, чтобы сделать это дополнительное соединение. Давайте перейдем к пуговице на рукаве. Это пуговица на рукаве, которая идет сразу под манжетной пуговицей. Она должна быть немного меньше, чем пуговица на рукаве. Историческая судьба этой пуговицы, она помогала спрятать лишнюю ткань, чтобы широкая часть рукава не наваливалась на манжет. Так что, когда покупаете рубашку, смотрите, чтобы на ней была эта пуговица. И да, не забывайте проверить воротник, в нем должны быть косточки. Съемные пластинки из пластика или металла. Давайте сейчас обсудим ткани, из которых делают большинство качественных вещей. Все очень просто, это искать стопроцентный хлопок. Или шерсть, если мы говорим о высококачественных брюках или пиджаках. Это, конечно, не гарантия качества, но это точно отличное начало. Почему шерсть это хороший индикатор? Потому что это люксовый, дорогой материал. И производители будут очень внимательны к тому, как они его используют. Когда вы смотрите на бленд из шерсти, стоит быть аккуратным и обращать свое внимание на другие детали. Насчет рубашек, стопроцентный хлопок это отличное начало. Но не стоит полагаться только на это. Смеси из разных материалов порой бывают гораздо лучшим решением. К тому же есть разные уровни качества хлопка. Так что да, это может быть хорошим стандартом, но стоит учитывать и другие факторы. Что насчет льна, шелка и бамбука? Ну, скажу, что это очень хорошие материалы. Это будет хороший выбор, но на самом деле их даже редко можно встретить. И, конечно, за ними надо уметь следить. Особенно это касается шелка. Что насчет синтетики? Ну, с ними стоит быть поаккуратнее. В миксе с другими материалами они, может, и делают свое дело, но все равно с ними лучше, повнимательнее. Еще один способ, чтобы быстро определить качественную одежду, это посмотреть на рисунок и понять, его нарисовали или ткань так сшили. Вот если посмотреть на эту ткань, то я могу увидеть, что эту ткань так сшили. А вот тот рисунок, его напечатали. Но это не означает, что это плохое качество. Но вот у этой точно хорошее. Еще один знак хорошего качества, это разделительный шов. Достаточно посмотреть на заднюю часть рубашки. Этот шов есть у всех рубашек. А если его нет, то это не знак плохого качества. Но если у нее есть шов, который делит пополам зону плеч, это знак хорошего качества. Это происходит от старой школы портных. Когда они замеряли каждое плечо в отдельности и делали этот шов, исходя из размеров. Еще один способ отличить качественную рубашку, это как совпадают рисунки. Например, рисунок на рукаве должен совпадать с рисунком на плече. Да я и сам вижу, что так есть. Почему это знак качества? Потому что они потратились на хорошие материалы. Рубашка состоит из различных частей, и они формируют паттерн. И есть два варианта. Либо они нарезают ткань, чтобы сэкономить и использовать максимум материала. Либо они стараются вырезать форму так, чтобы паттерн совпадал идеально на рубашке. Первый вариант сделан, чтобы оптимизировать расходы. Второй, чтобы добиться лучшего внешнего вида изделия. Идеально найти такую компанию, которая фокусируется на изготовлении по-настоящему качественных вещей. И придает значение деталям, чтобы у вас была отличная рубашка. Если рассматривать пиджак, его главная задача – это выглядеть идеально снаружи. Но куда более важно то, как он выглядит изнутри. Надо обращать внимание на все мелкие детали. То, как он прошит. Они должны проявить такую же аккуратность к отделке пиджака изнутри, как и снаружи. Друзья, если это так, и изнутри он идеален, тогда можно быть уверенным, что и снаружи он превосходен. Потому что внутренняя часть пиджака состоит из очень многих деталей, которые формируют внешний вид пиджака, и это сразу заметно. Поэтому, когда дело касается костюмного пиджака, спортивного пиджака или блейзера, все находится в деталях. Необходимо посмотреть, сделали ли они этот хирургический манжет. Исторически, это позволяло закатать рукав пиджака и сделать операцию прямо в поле. Сейчас, конечно, этот манжет работает несколько иначе. Его больше используют, чтобы подогнать длину рукава по размеру. Когда есть этот вырез, то можно укоротить рукав до 5 сантиметров. А если пуговицы пришиты просто поверх ткани, то не получится поработать с длиной рукава больше, чем 2 сантиметра. Мне также нравится, когда карманы функциональны. Я часто использую карман для платка. Часто бывает, что он изначально зашит, его можно раскрыть и положить туда платок. На этом пиджаке нашитые карманы. На других пиджаках они встроенные. Но те и другие должны открываться и использоваться, когда это требуется. Также это касается отверстия для бутоньерки. Иногда она уже раскрыта, иногда она сшита. Давайте поговорим о брюках. Все очень схоже с пиджаком. Вам надо посмотреть на внутреннюю часть. То, как она отделана, как они ее изготовили, прочно ли держат швы, ничего ли не болтается. Также очень важно посмотреть на заднюю часть брюк. Оставили ли они дополнительную ткань, чтобы я мог увеличить размер, если мне понадобится. Вот в чем суть. Это очень затратно оставлять этот дополнительный кусочек ткани. Понимая, что большинство ребят никогда даже не воспользуется им. С туфлями трюк следующий. Надо посмотреть на подошву. Если она кожаная, то это отличный знак качества. Далее смотрим на прошивку, если это Блейк или Гудьер. Затем я проверяю наличие гвоздиков в пятке. Сама пятка сделана из множества слоев кожи. И она держится вместе на этих вот гвоздиках и небольшом количестве клея. Еще одним знаком качества, который можно увидеть на внутренней части туфель, это дополнительный слой кожи. Это такой кусочек кожи, который отличается от внешней кожи. Он размещен внутри и защищает ногу, когда она потеет. Вот чего нельзя увидеть внутри туфель, так это слица, которая поддерживает форму ноги. Она может быть из металла или пластика. В любом случае, это отличный знак качества. Давайте перейдем к багажу. Это и портфели, и сумки, и рюкзаки. Самый верный способ, с которого стоит начать, и самый простой, это взглянуть на гарнитуру. Это замок и держатели из металла. Если производитель тут сэкономил, то можно не сомневаться, что и насчет качества кожи он тоже не позаботился. Возьмите и поводите замком, посмотрите, как он двигается. Плавно или застревает. Сейчас вы, наверное, спросите. Антонио, а как я могу узнать, хорошая эта кожа или нет, когда я хочу купить дорогую сумку или туфли? Чтобы не допустить лишних ошибок. Что ж, друзья, я подготовил для вас видео, как распознать кожу хорошего качества. В нем я детально рассказываю, на что стоит обратить внимание, когда вы выбираете себе изделие из кожи. Если этого недостаточно, то переходите на это видео. В нем я говорю, как распознать туфли хорошего качества. Сегодня я лишь мельком рассказал об этом. В этом видео я раскрываю тему подробнее.